Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Поиск Немо 2003 года. Среди прекрасных тропических морских стихий, в районе Большого Барьерного Рифа, в уединении живет рыба-клоун по имени Марлин. Он растит своего единственного сыночка Немо. Океаны, существующие в нем опасности, очень страшат Марлина, и он как может ограждает сына от них. Но молодой Немо, страдающий излишним любопытством, очень хочет разузнать побольше о таинственном Рифе, рядом с которым они живут. Когда Немо по иронии судьбы оказывается вдалеке от дома, да еще и сталкивается с угрозой стать обедом у рыбы-танка, Марлин отправляется на поиски сына. Суперсемейка 2. После событий первой части, Суперсемейка пользуется полученным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, чтобы обаятельная миссис исключительно, гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем ее муж. В истории исключительно, ему все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у которых у каждого из них есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако, семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствие Суперсемейки угрожает новой могуществе в регламе. Моана, 2016 года. Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи, им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древние заклятия. Тайная жизнь Машних Животных 2 Шерл Гномс Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение, теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота подготовит свой новый сад к весне, но вскоре они узнают тревожную новость. По всему Лондону таинственным образом исчезает их собратья Гномы. И вот однажды Гномыо и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только Шерл Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело. Осторожно, Грамп! Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые чудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить, ее сказки основаны на реальных событиях. Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну игрую от злого волшебника Грампы, а помогать ему будут мечтательная принцесса Учек и птичка-навигатор Джипи Сойко. Впереди много опасных, но веселых приключений, приятных и не очень знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно, сказка начинается! Большой кошачий побег Большинство домашних котов, как наш герой Пухляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, дружи котенок Шустрик, не из таких, ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную долину розовых снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Пухляшу только и остается, что отправится на его поиски вместе с другом волнистым попугаем. Ведь жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка. Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий. Джим Пуковка и машинист Лукас Волшебная страна Мидландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку с маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде вездеходит, Джим отправляется через океан и пустыню в горы драконов, чтобы спасти принцессу. Тайна дома с часами Первое, что услышал Льюис, вступив на порог загадочного особняка своего дяди, это тиканье часов, раздававшиеся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятное создание, а сердце дома хранит тайну времени. Прекрасный принц О прекрасном принце мечтает каждый, что уж говорить о распрекрасном. Необычный дар юноше получил еще при рождении. Девушки готовы на все ради его улыбки, но плата за это – праведный гнев мужчин. Такое положение дела не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятием. И теперь у распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти королевство от самого себя. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!